Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас вершина эволюции британской ветки линкоров, это Conqueror. Посмотрим, что это за кораблик, его особенности и, в принципе, стоит ли его выкачивать и нагибает ли он на 10 уровне. Но сначала, как всегда, начнем, конечно же, с ТТХ корабля. По внешнему виду, я думаю, сразу понятно, что это дальнейшее развитие Леона, поэтому и характеристики, в общем-то, схожи с данным кораблем. У нас 82900 боеспособность, бронирование уже до 416 мм и есть ПТЗ в 30%. По главному калибру здесь у нас доступно два варианта вооружения. Это стоковое орудие, четыре трехорудийные башни калибром 419 мм, полностью идентичные тем, что стоят на 9 уровне Леоне. Ну, с той лишь разницей, что дальность стрельбы у нас теперь 24,3 км. Перезарядка та же 30 секунд, поворот 45, 7200 с фугасов максимальный урон, 48% поджог и 13000 максимальный урон бронебойных снарядов. Также нам доступна альтернативная конфигурация вооружения. Это четыре двухорудийные башни калибром 457 мм. Дальность стрельбы и перезарядки те же, что и для трехорудийных башен. Урон у нас с фугасов максимальный 8200, 63% вероятности поджога и максимальный урон с бронебойных снарядов у нас 14900. Вспомогательный калибр, все то же самое, что и на предыдущих линкорах. Это 8 двухорудийных башен, 134 мм и стоковая дальность 6 км. По ПВО здесь у нас уже только 40 мм автоматы и 134 мм универсальные орудия. И как и на предыдущих линкорах, в общем-то практически весь урон АУР и ПВО у нас сосредоточен в 40 мм орудиях. Универсалки практически урона не наносят. Скоростные характеристики. 29,5 у нас скорость хода, это без флажка. Радиус циркуляции 940 метров. 13,9 перекладка руля, если мы ставим модуль на ускорение. По маскировке здесь у нас 11,1 км засвета с кораблей и порядка 10 км с самолетов. Но особенно интересно, конечно, по маскировке. Вроде как линкор больше, а почему-то светится, как обычно, даже меньше, чем тот же 9 уровень. Хотя как бы здравая логика подсказывает, что вроде как засвет должен все-таки быть побольше у 10, чем у 9. Но, как обычно, у нас все в игре вот так вот. Что, в принципе, самое главное можно сказать про линкор? Стоит ли его выкачивать? Хороший ли кораблик? Ответ на данный момент однозначно корабль отличный. И он стоит того, чтобы его выкачать. Это действительно супер, так сказать, окончание этой ветки. Кто смотрел стрим, те знают, что кораблик реально нагибает. Может, конечно, это так просто легли звезды и прям целый стрим шел нагиб. Бывает всякое. Но, тем не менее, у меня от корабля самое что ни на есть яркие и лучшие впечатления. Какие тут есть, скажем так, особенности по данному кораблю? Во-первых, конечно, сразу возникает у всех вопрос, на каких орудиях играть. Опять же, может быть, на стриме что-то шло не так, но по результатам тестирования и топовых и стоковых орудий ответ на данный момент однозначный, что играть надо на стоковых орудиях. То есть, 4 трехорудийные башни калибром 419 мм. Реально урон средний на них где-то на 50% получается с боя выше, чем на 457 мм. Но, в принципе, оно и вполне логично, потому что у нас в полтора раза больше стволов, а урон не очень-то по снарядам отличается. Поэтому, если вы хотите действительно на нем хорошо нагибать, пока что, может, разработчики будут вносить какие-то правочки, но стоковое орудие это реально рулево и играть стоит, конечно же, на них. Если брать по урону, то получается, если пересчитать снаряды и урон со снаряда, и считаем, что все снаряды входят в цель, то урон где-то на треть выше. Получается именно по ДПМу, если его рассчитать, на стоковых орудиях, чем на топовых. Ну, а уж в бою примерно, ну, получается где-то процентов 40, а то и 50 больше урона набивать. Может, конечно, необходимо под топовое орудие какую-то другую тактику. Я все-таки играл на конкуерере точно так же, как я бы играл там на Монтане, на Курфюрсте. То есть старался держаться на средних и дальних дистанциях. Ну, и когда уже ситуация того требовала, конечно же, сближался с противником, потому что все-таки огневая мощь у нас достаточно серьезная. Поэтому, по сути говоря, по игре тот же самый Леон, то есть со всеми особенностями и с теми же самыми орудиями плюс одна башенка. Также отлично мы танкуем урон от фугасов. Также великолепно мы на себя можем принимать пожар, выгорать, хилиться. У нас все-таки боеспособность немножечко подросла, поэтому вытанковывать мы можем побольше. Схема бронирования у нас практически та же. Но единственное, что уже там, по-моему, где-то в районе 20 мм стали уже потолще траверсы. То есть броней мы немножечко обросли и на 10-х уровнях танкуем уже получше. Поэтому кораблик вроде как и танкует и живет. Хилочка опять же фирменная британская, которая отхиливает около половины ХП. Поэтому с живучестью, если правильно на этом корабле играть, то особых проблем не возникает. Понятное дело, что прям в наглую подставлять там борт и так далее на данном корабле не стоит. Но с другой стороны он может простить такие ошибки. Потому что опять же цитадель достаточно глубоко посажена в воду. Ну точнее она не торчит над поверхностью. Поэтому есть шанс, что когда по вам попадут, просто-напросто цитадель не зайдет. В общем все, что по Леону, по живучести, все то же самое на Конкуэррере. Потому что кораблики, по сути говоря, очень даже похожи. Так что особых, я думаю, различий по игре не найдете. Опять же достойно ПВО. Но по крайней мере для линкора. Если полностью его заточить в ПВО, конечно же, кроме ручного управления, то кораблик будет сбивать. У нас будет 100 очей ПВО. Поэтому авики вражеские мы сможем тоже как-то от них отбивать, уклоняться. И в общем-то как-то защитить себя от их налета. По поводу, конечно, торпед. Опять же ситуация та же самая, что и на Леоне. ПТЗ 30%. Ясное дело, например, с тем же Ямато, у которого за 50% Конкуэррер никак не сравнится. И поэтому это надо иметь в виду. То, что торпедный урон мы боимся. ХП у нас немножечко, конечно, подросло. Но, тем не менее, много торпед мы втанковать не сможем. Поэтому, как и на большинстве британцев, надо следить за торпедами. Это, в принципе, для всех линкоров справедливо. Но есть те, которые у нас все-таки более или менее танкуют торпедный урон. На Конкуэрере на это особо рассчитывать не стоит. В общем, если сказать, то после, конечно, игры на стриме, впечатление просто о нем шикарное. На топовых орудиях получился средний урон за серию боев около 100 тысяч. Даже чуть меньше, 95. А на вот этих вот стоковых орудиях урон получился 150 тысяч за 5 боев. То есть это очень хороший результат. И практически все бои были с великолепным дамагом, с хорошей игрой. И кораблик реально порадовал. Ну, будем дальше смотреть, как он будет себя вести в рандоме. Также показывать такие же цифры. Я для себя уже пока остановил выбор, что только стоковое орудие. И уже продолжать играть буду на них. Хотя, опять же, может, есть какие-то особенности применения топовых орудий. В каких-то, может, ситуациях они хорошо заходят. Но, по крайней мере, то, что я пробовал, особо вот ничем они не порадовали. Да, было несколько раз, когда заходило там по цитаделям на 1030. Но, если уж сказать честно, то и на данных орудиях по 30 и более тысяч урона они вполне нормально выбивали. Поэтому, скажем так, особого профита вообще от этих топовых орудий пока что я не вижу. Единственный вариант, конечно, заряжать фугасы. Поджог 63% и пытаться, может быть, их сделали для того, чтобы просто тупо играть на фугасах. Но, с другой стороны, вроде как ты ждешь, что при таком поджоге у тебя будет каждый залп заходить с поджогом. Но нет, в боях было даже 2-3 залпа по противнику, когда снаряды вроде как попадали. Но никакого урона, именно поджога, не происходило. То есть, фугасы... Даже было не пробитие фугасом по противнику. Не знаю, куда там фугас попал. Может быть, в бронепояс, но были и не пробития фугасов. И были даже несколько залпов, когда фугасы попадали и не поджигали. Так что, рассчитывать прямо на то, что это будут ультимативные поджоги, конечно же, не приходится. Но, тем не менее, вроде как по цифрам вероятность поджога достаточно хороша. Возможно, разработчики именно сделали эти орудия для вот таких вот фугасных подстрелушек. Ну и видим, что великолепно можно с помощью наших башен делать сокрушительные удары. По крейсерам, тем более, стоковые орудия более благоприятны. Потому что у нас все-таки поменьше калибр. И, соответственно, по крейсерам заходят меньше сквозняков. На топовых орудиях сквозные пробития 100% были. Тогда, когда, ну, вроде казалось, что уже корабль должен быть утоплен или зайти с уроном. А нет, выскакивал сквозняк. Хотя, опять же, может какие-то рассинхроны. И не всегда у нас визуальная составляющая попадания снаряда соответствует реально тому, что происходит. Так что, если подвести в целом, Conqueror однозначно здоровский корабль. Ставьте, точнее, оставляйте стоковые на нем орудия. И радуйтесь, играйте. Будет доставлять массу вам удовольствия.